МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речную навигацию в регионе могут закрыть уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба окружной администрации. Там ответили, с 15 октября прекращаются все работы по содержанию и обслуживанию средств навигационного оборудования бассейна реки Печора. Напомню, северные транспортные компании в эту навигацию были организованы пассажирские перевозки между Наринмаром и 14 окружными селами на моторных лодках, теплоходе и судах на воздушной подушке. Было выполнено 517 рейсов. Таким образом, услугами компании воспользовались более 5000 пассажиров, из них 4000 по специальному 50-процентному тарифу. Он предусмотрен для детей в возрасте до 18 лет включительно, а студентов – очная форма обучения и для пенсионеров. В целях возмещения недополученных доходов от продажи билетов северной транспортной компании предоставляется субсидия из средств регионального бюджета. В этом году было предусмотрено 24 миллиона рублей. Напомню, в 2017-м речная навигация на Печоре завершилась 18 октября, а морская – в порту Наринмара 5 ноября. Остров Вайгач нуждается в особой защите. В первую очередь территорию нужно уберечь от браконьеров и неорганизованных туристов. Такой вывод сделали сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды в ходе рабочей поездки на заповедный остров. Подробности материал Алины Ваучейской. Омываемый водами Баренцево море Варник – единственный населенный пункт на острове Вайгач. Здесь проживают чуть больше 40 человек. Из учреждений только фельдшерский акушерский пункт, магазин и дом культуры. Работы почти нет, поэтому выживают за счет собирательства дикоросов, ловли рыбы и сбора гагачьего пуха – очень ценного сырья для производства теплой одежды. У меня своя община создана, территориально-соседская община. Сотрудничаю с компанией, которая занимается переработкой пуха. Когда птица сходит с гнезда уже, с пустых гнезд, собираем этот пух. Деятельность по сбору пуха не противозаконна. Единственный вопрос, который тревожит природозащитников – не вредит ли такой бизнес популяции краснокнижной птицы. Прояснить ситуацию предстоит ученым. В следующем сезоне они займутся изучением численности гаги и казарки. На Вайгаче вообще очень много животных, которые внесены в Красную книгу России. В первую очередь это, конечно, моржи, которые обитают в открытых водах Арктики. Причем клыкастые здоровяки предпочитают держаться ближе к берегу. Как раз на Вайгаче – одно из самых крупных в Баренцевом море – лежбищ Атлантического моржа. Поэтому неудивительно, что здесь процветает неорганизованный туризм. Группы привозят либо на кораблях, либо вертолетом. База необходима, здесь нужен просто пост, чтобы он постоянно мониторил. Много судов заходит, много туристов приезжает сюда. Туристы эти не контролируются, в Наринмар они не заходят, отметок никаких не ставят. Лежбище моржи рядом, поэтому вся эта территория должна быть под контролем. В том, что на Вайгаче нужен пост с природозащитниками, уверен и староста поселка Варнык. Иногда местные жители попросту не могут справиться с охраной родного острова от незваных гостей. Да, здесь база нужна. Здесь хоть пост будет. Охранять будет территорию от браконьеров, туристов. Частыми гостями на Вайгаче бывают и белые мишки. Косолапые, кстати, внесены в Красную книгу России, поэтому появление на острове специалистов по охране животных поможет не только изучить их численность, но и избежать трагедий при встрече человека и медведя. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», остров Вайгач, Ненецкий автономный округ. К другим новостям. В 12 медучреждениях региона проведут ремонтные работы от амбулаторий, фельдшерско-акушерские пункты, отдельных поселений, центральные районные поликлиники Заполярного района и Ненецкая кружная больница. В настоящий момент планируется провести ремонт в амбулаториях поселков Красных Рута. Стоимость каждого по полмиллиона рублей. Что касается Индики, то стартовая цена контракта почти полтора миллиона. Кроме того, в конце сентября завершилась разработка проектной документации на капитальный ремонт здания амбулатории поселка Каратайка. Госконтракт был заключен на сумму в 735 тысяч. Что касается фельдшерско-акушерских пунктов, закрепленных за центральной районной поликлиникой, то в планах ремонт ФАПа в Куи, селе Коткина. Между тем, ремонтные работы уже идут в здравпунктах деревни Макарова и Андика, отремонтированы пункты Варники в селе Тельвиска. Завершены работы и в двух здравпунктах, входящих в состав Ненецкой окружной больницы. Это ФАПы в Тошвистске и Пылемце. Согласно госконтрактам, оба здания уже отремонтированы на сумму более 1 миллиона рублей каждой. На прием к педиатру теперь можно приходить по выходным. Дежурный детский врач будет принимать каждую субботу, начиная с 6 октября, и вплоть до завершения эпидемиологического сезона по ОРВИ и гриппу в регионе. Как сообщают в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, такое решение принято в целях повышения качества медицинской помощи детям и подросткам в эпидсезон. По данным Роспотребнадзора, за последнюю отчетную неделю сентября в округе зарегистрировано 830 случаев ФОРВИ. Уровень заболеваемости в целом по субъекту ниже порога на 5,5%. Как отметили в ведомстве, в основном в формирующихся коллективах образовательных учреждений циркулируют вирусы негриппозной этиологии в школах и детских садах. Санитарными нормами с начала сентября введены так называемые утренние фильтры. При этом, по словам эпидеологов, основной эффективной мерой защиты против гриппа является иммунизация. С конца августа ситуация с ОРВИ и гриппом, а также ход иммунизации населения находится на еженедельном контроле федерального ведомства и окружных медиков. Напомню, обратиться к педиатру в выходной день можно в детскую поликлинику Ненецкой окружной больницы с 9 до 14 часов. В Наридмаре одновременно строится рекордное количество парковых зон. У ЗАГСа возводят сквер для влюбленных. В морском порту наконец-то появится смотровая площадка. Более того, в окружной столице в скором времени будет открыт и литературный сквер благоустройства трех территорий. Это выбор жителей города. Напомню, в марте Наридмарцы участвовали в открытом голосовании. В числе предложенных проектов было порядка 20 парковых зон и территорий для отдыха. Иван Кутенников расскажет о том, как преображается город. Пусть не набережная, но смотровая площадка в Наридмаре наконец-то появится. Уже много лет жители населенных пунктов Припечорья сетовали на то, что при подъезде к окружной столице они видят лишь неказистый песчаный берег и груды металлолома. Впрочем, скоро здесь все изменится. Уже две недели в морском порту активно ведутся работы. Строители возводят автомобильную стоянку и обустраивают будущую парковую зону, где появятся скамейки, качели и освещение. Особое внимание уделили и укреплению береговой линии. Насыпной грунт будет удерживать от возможного наводнения. То есть там еще будет формироваться откос, соответственно. То есть данная площадка будет сформирована таким образом, что не страшны будут ни паводки, ни что за остальное. Дождливая погода не стала помехой для строителей. Работы ведут с ударными темпами. На объекте трудятся две полноценные бригады. Всего это порядка 20 человек. Но открыть смотровую площадку для жителей округа должны в середине ноября. Интересуются люди, интересуются, безусловно. Спрашивают, что будет. У нас есть в принципе паспорт объекта, который предоставляет возможность убедиться, что будет сформировано в конце концов. И как реагируют, когда вы им объясняете? По-разному. Реагируют по-разному. Люди рады. Люди рады, хоть что-то для них делается. Это приятно слышать. Территория возле ЗАГСа тоже постепенно преображается. Здесь появится сквер для влюбленных. В настоящий момент работы выполнены на 80%. Уже установлены два кольца для специальной арки. Их заказывали в Санкт-Петербурге. Они сделаны из металла с поликарбонатной обшивкой и светодиодным освещением. Боялись, что срок изготовления подведет нас. Но попросили, отодвинули остальные заказы. И вовремя нам практически за 12-13 дней изготовили и доставили в округ. Вот как вы видите, они сейчас установлены на данный момент. Сейчас строители укладывают тротуарную плитку с 3D-эффектом. Ну а затем подрядная компания приступит к установке мостиков влюбленных, а также фонарей. Работы ведутся с опережением графика. Поэтому сдать объект могут почти на месяц раньше контрактного срока. Не в середине ноября, а уже через пару недель. Я думаю, что это достояние и лицо нашего округа, что здесь должно было быть все красиво. Та проектная документация, которая была сделана и ту, которую мы сейчас реализовываем, она к месту. С нашей стороны мы выполним их в сроки качественно, чтобы все этому радовались. Еще один объект – это будущий литературный сквер между зданиями 3-й школы и МФЦ. Сейчас здесь завершаются работы по укладке тротуаров. Кроме того, установят скамьи, фонари, а также бюсты ненецким поэтам и писателям. Приходить сюда любители чтения смогут уже с ноября. Иван Кутейников, Сергей Качегов, Телеканал Север. Теперь хорошая новость для представителей бизнеса. До конца октября местные предприниматели могут заявиться на компенсацию расходов за приобретенное оборудование. Субсидии на модернизацию производства предоставляются из окружного бюджета. Они будут распределены на конкурсной основе. Заявки сейчас принимают в Департаменте финансов и экономики. Всего в рамках конкурса планируется распределить 2,5 миллиона рублей. Таким образом, окружные предприниматели могут компенсировать до 60% понесенных затрат на новое оборудование, приобретенное в 2017-2018 годах. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей. При этом стоимость приобретенного оборудования должна быть не менее 20 тысяч рублей. Как пояснили в профильном ведомстве, данный вид господдержки позволяет частично компенсировать затраты непосредственно на оборудование, а вот стоимость его доставки и монтажа субсидия не покрывает. Между тем, заявителям необходимо убедиться в отсутствии задолженности по налогам и иным платежам. Сделать это можно на портале Госуслуг или на сайте Федеральной налоговой службы. Своевременное внесение обязательных платежей является одним из условий для получения финансовой поддержки. Идем далее. В России стартовал второй этап федерального конкурса Министерства внутренних дел «Народно-участковый». Он продлится до 16 октября. В эти дни жители региона смогут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать лучшего, по их мнению, участкового полномоченного полиции Нининского округа. На официальном сайте местной полиции размещена информация о всех стражах порядка, принимающих участие в конкурсе. В этом году их трое. Это участковый из Тельвизки Андрей Никонов, Сергей Павлов, несущий службу в Пустозерском сельсовете, и Олег Иркитов, это участковый полномоченный поселка Нальминос. В пресс-службе региональной полиции сообщили, цитируя победителей каждого этапа конкурса, определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового полномоченного полиции и проголосовать за него. Конец цитаты. Добавлю, третий этап конкурса стартует 1 ноября, когда будет объявлено онлайн-голосование населения на официальном сайте МВД России для определения победителя на общероссийском уровне. Награждение пройдет в торжественной обстановке в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Напомню, в 2015 году представитель Ненецкого округа, участковый из поселка Каратайка, Стас Шистрев стал победителем с российского этапа. А спустя два года второе место на конкурсе был удостоен участковый уполномоченный из Наринмара Роман Гудков. В Ненецком округе тем временем открывается школа КВН. Проект стартует при поддержке региональной администрации. Так, с 12 по 14 октября в Наринмаре состоится двухдневный мастер-класс от чемпиона премьер-лиги. Для всех желающих с местными КВНчиками будут заниматься редактор между региональной лиги МС КВН «Балтика-Санкт-Петербург» чемпион премьер-лиги в составе команды «Левый берег-Красноярск» автор, работавший с командами «РУДН», «Уездный город» и «Азия-Микс» Алексей Екс. В рамках проекта «Молодежь Ненецкого округа» сможет получить базовые знания или повысить свой уровень в области написания сценариев, актерского мастерства, выстраивания структуры шуток, а также в других аспектах. Продемонстрировать полученные знания ученики школы КВН смогут на экзаменационной игре, которая завершит мастер-класс. Записаться на бесплатные занятия можно по телефону 8 911 552 28 61. И в завершении выпуска в Ненецком окраинческом музее продолжает свою работу международная фотовыставка «Ненецкая лайка. Достояние России». Ее организатором и руководителем выступает некоммерческая организация Фонд экономических программ. Проект получил грантовую поддержку у экспертного центра «Парам». Посетить экспозицию можно будет до конца октября. Тема продолжит Ольга Русол. Ненецкая лайка – национальное достояние России. Выставка призвана подчеркнуть уникальность породы, важность научного обоснования плановой системной работы по разведению Ненецкой лайки не только в естественных условиях, но и в питомниках и клубах. Кстати, такой клуб предполагается создать в Ненецком округе. И сегодняшняя встреча – еще один шаг на пути к этому. Еще одна причина, почему лайку нужно сохранять, потому что это неотъемлемая часть оленеводства. Почему в России сохранилось оленеводство в том виде, в котором оно есть, а, допустим, оно было потеряно в Финляндии и в Швеции, потому что есть олень, собака и человек. Как говорят оленеводы, что ведь не мы пасем оленей, а пасет их ненецкая лайка. И это любой оленевод вам подтвердит. Выставка стала возможной благодаря международным и межрегиональным научно-исследовательским экспедициям авторов представленных работ, полевым исследованиям по изучению традиционной культуры и хозяйственной деятельности ненцев на территории округа в 2017-2018 годах. Работы представлены таким авторитетным кинологом, как Борис Широкий, один из создателей стандарта породы. Также в проекте приняли участие международные кинологи и ценители ненецкой лайки из Великобритании и Австралии, Лиз Муат и Лорен Миллс. Российская часть выставки представлена работами профессионального фотографа из Нарьинмара Антона Тайборея и исследователя Крайнего Севера и члена Ассоциации полярников Яна Турова. Есть и архивные фотоматериалы жителей ненецкого округа. В нашем округе объявлен год оленеводства. И под этим мероприятием у нас была открыта выставка, и до сих пор она работает по стуку копыт белого оленя. И потом мы, естественно, хотели пойти дальше, и заключили соглашение о открытии данной выставки. И получается, из одного выставки, посвященной оленю, мы будем переходить к другому оленю, это оленегонная лайка. Изучение породы ненецкая лайка началось еще в Царской России, но система не обрело и скоро совсем затухла. Между тем, ученые в области кинологии предполагают, что современная ненецкая лайка – дальний родственник торфяной собаки, первой прирученной человеком в доисторические века. Как бы то ни было, все, кто сталкивался с породой, отмечают – умнее и преданнее нет существа. Ненецкая лайка – это неоткременная часть всего оленеводства и культуры жизни в тундре. Вот когда все старшие поколения, особенно ненецкого населения, спрашивают, чем они играли в тундре, то они однозначно сказали, что они играли с щенками и собачек, которые в первое время, когда маленькие щенки были, они обычно в чуме находились и росли вместе с детьми, и детьми играли. Одной из задач этого проекта по сохранению оригинальной породы является привлечение к проблеме меценатов, чтобы вместе приложить усилия, и ненецкая лайка стала национальным достоянием страны. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север».